Мы продолжаем заниматься социальной инженерией. Что такое социальная инженерия? Это набор каких-то таких чисто инженерных операций, как мы можем работать с нашей социальной тканью общества для того, чтобы достигнуть какого-то эффекта. Нам нужно выработать определенного рода простые инженерные решения, которые позволят нам жить лучше, больше и красивее. И вот на сегодня мы попытаемся обсудить некоторые очень простые вещи, связанные с дальнейшим существованием или несуществованием Санкт-Петербургского государственного университета. На сегодняшний день Санкт-Петербургский государственный университет получается, что все-таки является главным вузом страны. Обуставливается это, в первую очередь, в максимальном среде всех остальных вузов количества наоборотов. Что странно, а с другой стороны, что не странно, все последние президенты наши в России, они выпускники Санкт-Петербургского государственного университета и так далее. Тем не менее, оно пребывает в неком странном и запущенном состоянии. Что я хочу сказать? Какое очень простое есть решение для проблем, которые стоят перед нашей высшей школой. Оно состоит в следующем, что вузы должны быть жестко разделены на два типа. Один тип высших учебных заведений должен брать плату за образование, но при этом не брать так называемых бюджетных студентов. А второй должен обучать только бюджетных студентов. То есть бесплатно. Но ни в коем случае не брать никаких так называемых коммерческих. Вот это, кажется, странная вещь, которая противопостоит нашей нынешней практике. А нынешняя практика состоит в следующем, что у нас есть некоторое количество бюджетных мест так называемых, и плюс вузы набирают еще коммерческих студентов. К чему это приводит? Да ни к чему хорошему это не приводит. Это приводит к тому, что на самом деле, как так называемые коммерческие студенты, вместо того, чтобы финансировать наш вуз, финансируют на самом деле своими доходами кучку высших администраторов этого высшего учебного заведения с одной стороны, а с другой стороны паразитируют, по большому счету, над бюджетным отделением. То есть за счет бюджетных студентов и за счет всех прочих платится основная зарплата, платятся коммунальные платежи, содержится недвижимость и делается много-много-много в северостальных вещей. А за счет коммерческих, как бы это деньги, по сути, которые перекидываются в карманы несколько особо нужных людей. Обычно это ректор и группа, правильно сказать, банда проекторов. И вот, в общем-то, власть сейчас настоящая во всех высших учебных заведениях ушла от ученых советов, и перешла к определенным парформированиям, возглагаемым несъемненным директором, по сути, и по мискучкам. Ну, это же почти обвинение. Ты знаешь, что закон вышел с обвинением? Ну, это не страшно. Мискучка, кучка, кучка. Вообще, это обвинение, правильно? Да, которые вот таким образом? Люди воруют деньги, и мы слышим прямое обвинение. Нет, они не их честно присваивают. Это просто автор. Не их честно, отъем денег у нас. Если вы, Игорь, понимаете, что такое экономика, это нереально. Это просто нереально. Деньги поступают на расчетный счет, и их украсть невозможно. А как они их украсть? Они их берут в схему. Деньги поступают на расчетный счет. Отлично. А может ректор установить себе зарплату в более полутора миллионов рублей в месяц? Нет, он может быть и может как-то установить, но это все равно не воровство. Это не воровство. Это не воровство. Это усоплание. Да. У нас даже термины различаются. Разве... И бандитизм, когда воруют. А есть как бы... Ну это в кавычках. Я тебе по сути говорю. Я тебе говорю по сути. По сути ситуация, она такова, что... Момент... Обычная, типичная ситуация зарплаты ректора. Основной доходов ректора, любого вуза, это в районе 801 миллиона рублей в месяц. При том, что профессора на этом вузе может получить 20-40 тысяч в месяц опять-таки. То есть это... Подожди, подожди. А перед этим был тезис, ты сказал, что они получают свою зарплату исходя из бюджетных студентов, а деньги, которые получены чисто от коммерческих студентов, идут им в карман. Да. То есть, установив зарплату в миллион, они тем не менее все равно присваивают не коммерческие деньги, а государственные. И коммерческие, и бюджетные, и такие. Вот это как-то нарушено. Вот это так. И такие тоже они будут существовать. Да, ты объясни как, механизм-то какой. Деньги поступили на расчетный счет. Ну ладно, давайте дослушаем его, я объясню дальше эту ситуацию. И он выскажет сейчас, договорит дальше. Вот таким образом. И у тебя существует у этой группы дополнительного количества, если возможно, доплат. Помимо основной зарплаты, существует еще и доплата. Например, это может быть, они могут занимать должность какого-то главы так называемого нынешнего института. И вот за счет финансирования вот этих свободных денег происходит финансирование этой группы особо доверенных лиц. То есть группы администраторов. Но не эта суть важна. Это суть важнее гораздо, что в этом случае у тебя вузы начинают конкурировать за деньги так называемых коммерческих студентов. И они оказываются в некой ситуации деппинга. Каждый из них. А за счет чего они могут деппинговать? Только тем, что они часть расходов по обучению коммерческих студентов перекладывают так называемых бюджетных. То есть они одерживают бюджетных для того, чтобы установить коммерческим более низкую цену. Вот теперь получается очень странная вещь, что как бы прибыль... Конкурируют только вузы нижнем уровне. В верхнем уровне там нет конкуренции. Почему нет? Потому что если московский вуз, там уже авторитет не те, что просто московский. А конкуренции нет. В Москве приток студентов настолько высок, что там... Ну я бы так сказал, что не конкурируют буквально несколько вузов. Не, я недавно просто в Санкт-Петербурге смотрел опять же, допустим, на некие факультеты, там конкурсы, там везде конкурсы, там зашкаливаются. То есть конкуренция здесь невозможна. Нет, это опять, но это же конкуренция на то, что ты смотрел на бюджетные места. Не, это правильно. Но если на бюджетные места такая большая конкуренция, это и позволяет как бы людям, которые закатили бы тем не менее в любом виде, как бы идти по комическому вузу. И нынешняя ситуация, что у них такой большой конкурс, ты сравниваешь с нашими временами. А сейчас... Я говорю недавно видел. Они сейчас в состоянии подавать в пять вузов сразу. Вот они подают от людей и конкурс такой высокий. У тебя и конкурс оттуда. Сейчас, по-моему, разрешено такое два вуза подавать. В пять. В два. В пять. По копиям документов. В пять вузов ты можешь подавать. Отсюда и конкурс такой высокий. Это не означает, что они там будут планировать когда-то учиться. Они проедут долгое. Очень важно... Я говорю о той фундаментальной вещи, что, например, в Британии вузы двух категорий. Вузы полностью бесплатные, их подавляющее большинство. И несколько буквально вузов, там, меньше десятка. Туда Кэмри и Шоффас, которые полностью платные. Нету компромисса, который позволяет ловить нечестно на руку товарищей в эту рыбку в мутной этой самой воде. Причёстного финансирования. Вот. Это и это важно. Поэтому, как бы, мой главный рецепт, который должен состоять от подобного рода совмещения, оно запрещено. Господа ректор или кто-либо ещё, антелеприватизировавшие вузы, вы должны сделать прецевой выбор. Либо вы учите только коммерческих студентов, но тогда вы платите за счёт этих коммерческих студентов и зарплату, и содержите свой фонд недвижимости. Либо вы учите только бюджетных людей. Тогда какие-либо деньги, вот такие левые, подходящие сквозь них, они запрещены. Потому что те деньги, которые приходят вам от коммерческих студентов, это отчасти во многом то, что вы отливаете студентов бюджет. И вот такой этот рецепт, за которую я держусь и которую хочу предложить в качестве ноу-хау. Теперь перейдём, собственно, к Санкт-Петербургскому государственному университету, когда мы поговорили о социальной инженерии. Значит, могу объяснить, что там существует главной проблемой. В своё время было принято странное решение, что мы будем создавать вместе Санкт-Петербургского университета, на котором в центре города тесно. В ВУЗ по одной мере Кэмри Желёксвада в Петербург. И туда начался переезд многих факультетов. В первую очередь, естественно, научных. Это ситуация 70-х годов. Был большой, роскошный проект с ученическим городком, с городком для жителей. С другой стороны, с большим количеством площадей, в том числе и подломом для студентов. Чего только не было. Он по порядку причин не состоялся. По сути, на сегодняшний день, там по СССР работают 4 факультета. Эти факультеты следующие. Физический, математико-механический, химический и прикладной математики процессов управления. Кроме того, там есть корпуса ещё отдельных факультетов, так называемого биологического института. Это в парке рядом и корпус генетики и молекулярной биологии. Это всё, что есть. Теперь здравый смысл победил. И появилась обратная тенденция. Пытаются университет перенести обратно в город. Вне дневни площадей и ничего подобного. И, как ни странно, наблюдая над тем, что там происходит, там большой студенческий городок, мне хочется отметить, что те факультеты, которые там существуют, по крайней мере, в Швейсфаг точно, они там прижились. Они состоялись как отдельные факультеты, которые не требуют собственного переноса и возвращения их обратно. Это тоже выносило в них большие катастрофические последствия. Разумеется, такие факультеты, как прикладные математики и процессы управления или ХИМФА, они часть своих занятий проводят, например, в городе. Поэтому мой рецепт состоит, он странный и неожиданный, в то время в силу крепляют РУЗы. Я предлагаю Санкт-Петербургский государственный университет расчленить на две части. Сделать самостоятельный университет с его полностью гуманитарными факультетами, базирующимися исключительно в ГОВДе. С другой стороны, создать исключительно бесплатный университет, базирующийся в Петербурге. Здесь туда собрать все естественно-научные факультеты, которые там есть, плюс создать несколько новых гуманитарных факультетов. Какие гуманитарные факультеты? Это именно те факультеты образования, которые входят в вузовскую программу. Например, историю преподают, на Фесс-Варке и Махмехе преподают. Таким образом, я предлагаю создать исторические факультеты. Есть попытка создать принципиально новые исторические факультеты. Не из старых кадров, которые здесь есть, пусть они преподуют это, а с новыми историческими методами, методами основанных на генетических исследованиях, методами основанных на астрономических датировках событий, происходящих по рукописи, на генахронологии, на радиоуглеводном методе. То есть, факультет по своему смыслу принципиально другой. Факультет основанной на принципиально ином знании. По поводу биологии точно так же. Мы знаем, что в МГУ появился под руководством Владимира Скулачева замечательный факультет инженерно-биологический, где готовят инженеров в области генетики. Мы можем попытаться и биологический факультет также поделить на две части, и также по этому принципу. Оставить старую классическую биологию, которая себя чувствует в Петербургском университете, где можно доступно, а здесь создать принципиально новый факультет. Но, что хочется отметить. Обучение в Петербургском университете должно быть полностью бесплатным. Обучение в этом, в большом университете, должно быть полностью платным. Таким образом, у нас получится небольшой, компактный, естественно-научный факультет, который, наконец-то, будет освобожден от всяких прикладников. Он будет освобожден от так называемых менеджеров, от журналистов, от туристов, от всего того, чего почему-то есть в большом университете, но которого фундаментальные науки не имеют никакого отношения. И на этом базе строить наш новый кембридж. Это будет дешево и середине. Точно так же факультеты с бешеным конкурсом. Например, говорят, что на юридический факультет у нас один из самых высоких конкурсов и одной из самых дорогих образований в стране. Тоже понятна причина. Это коридоры, по которым ходили Путин с Медведевым. И большое количество властей у нас там болтает до сих пор. И вот они пусть в этой ситуации и варятся. Со старым философским факультетом. Пусть он будет платным. Со старым историческим. Будь моя воля, я бы им и Смольным еще подарил. Там у нас как раз факультет международных отношений и социологии сидит в Смольном соборе. Так вот, весь этот комплекс тоже можно расчистить и передать его новому гуманитарному Санкт-Петербургскому государственному университету. И это казалось бы просто простая вещь. У нас будет с одной стороны бесплатный факультет, его бесплатный университет у тременных будущих. И с другой стороны будет классический университет образования. Единственное, что является проблемой, это проблема Брэнда. Санкт-Петербургский государственный университет что-то значит. И надо понять, за кем его закрепить. Я предлагаю, чтобы оба факультета, чтобы оба института назывались так. А Господь узнает своих. То есть вот такое предложение. Просто если есть какие-то предложения по этому поводу, как с этим связывались, то у меня вот оно такое. Я могу сказать предложение, что то, что ты говоришь, это, конечно, можно эту тему обсуждать, без, так сказать, с какой стороны улучшить и расширить. А я хочу затронуть другую тематику, что вообще нужность и необходимость этого образования высшего. Вот о чем речь. Поэтому, что сейчас, ну, эта ситуация сейчас, она сложилась, наверное, где-то там уже с конца 60-х годов в Советском Союзе. Что наблюдается избыток людей с высшим образованием. А сейчас, за последние 20 лет, особенно в связи с деградацией всей нашей жизни в стране, особенно неокро и промышленности, потребность вообще людей с высшим образованием еще более, еще снизилась. И на этом фоне, значит, сейчас это больше, ну, миллионы людей обучаются в высшим учебных заведениях. Но эти люди обучаются в этих заведениях, они, значит, не находят, не найдут изначально приложения для своих полученных знаний. То есть это мы фактически что делаем? Мы, с одной стороны, ну, мы как, в смысле, общество, страна, ее население, государство в том числе, мы продлеваем детство этим людям. Но мы, если бы мы просто продлевали детство, это было бы, значит, не вредно. Но мы этим людям все-таки внушаем, это и ориентируем, внушаем и так далее. Вот, ты будешь там, это, инженером, там, электриком, ты там будешь, там, биологом, ты там будешь, значит, это, ну, психологом, там, ты-то будешь, там, этим, астрономом и так далее. То есть и люди стремятся к этому и так далее, а на самом-то деле они этими никогда не будут, потому что нет у нас таких светоприложений. И, исходя из этого, может быть, рассмотреть вообще другой вопрос, что а стоит ли вообще нам в стране заниматься вот этим фиктивным образованием, то есть просто трата денег, это одна сторона, а вторая сторона – растлевание душ. Ну, понятно, да, Волгарская? Да, да. О чем речь? Растлевание душ математики. Растлевание душ вот тех людей, которые учатся… Математика и теоретическая физика, я знаю. Да, да, потому что предложение не найдешь. И другой момент, может быть, значит, не заняться демагогией разговорами о том, чтобы продлевать пенсионный возраст и так далее, а переориентировать на другое, что пенсионный возраст мы не можем продлить, потому что здоровье населения очень слабое. В среднем возрасте у мужчин, которые умирают, и женщин, там вот разница чуть ли не 12-14. Нет, сейчас можно, я договорю просто фразу, что смысл моего сообщения заключается в том, что вот подумать несколько вот с этой стороны, допустим. Вот о чем речь. Подумать просто на эту тему, что нужно ли нам вообще вот эти, ну, так сказать, вот это высшее образование. А там уже второй вопрос, платно она будет или бесплатно для конкретного индивидуум, это уже вопрос другой. А целесообразность и общественная потребность в этом образовании какова? Понимаешь, мне кажется, поступать таким образом, это означало бы консервировать ту деградацию, которая сейчас есть. То есть, фактически, и уничтожать те механизмы, с помощью которых, может быть, как-то деградацию можно преодолеть. То есть, ну, правильно, потребность мало в специалистах, то есть мы резко ограничиваем выпуск специалистов. Нет, потребность есть в другом, имеется в виду, может быть, надо было перенаправить людей для того, чтобы они занимались другими. Как раз, чтобы восстановить много технических конкретных. Я понимаю, что нужно посмотреть, что там в промышленности. Нужны вот просто токари, плотники и так далее. Токари, плотники. Человек, который хочет идти в ВУЗ, не пойдет ведь токарем, а плотником. А если у него не будет возможности пойти в ВУЗ, просто будет настолько высоко. Он не может пойти ни в токари, ни в плотники, потому что сейчас наше общество паразитическое. То есть, у нас и ни в токари, ни в плотники вышли из моды. То есть, вам надо специально готовить в качестве паразита просто. Да, то есть, зачем? То есть, мы сами все готовы. У нас не гиганты таких вузовки, как везяно готовят паразитов. Да. Да. Кюнистов, менеджеров. Это же логика, на самом деле, не только логика грузовская. Да, у нас, на самом деле, если смотреть даже территориально, у нас вот есть паразитические города огромные. Да, вот Ленинград, Москва. Да, да, да. Которые просто все просто высокие, все страны. И все люди, вот если даже присутствующие посмотреть, все они откуда-нибудь-то приняты. Нет, 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 на самом деле, факт в чем за сенс? Что здесь и города забирают людей. И то, что вот, правда, говорится про высшее образование, мы сюда приехали за высшим образованием, здесь и остались. То есть, на самом деле, это еще и проблема такая. Где-то, темографическая. Сейчас мы тем самым ослабили те территории, на которых мы изначально находились, да, и как бы... Усилили другие. Да, да, а ты должен был у себя... Нет, а до этого... Нет, просто для этого у нас... С умным видом. Для этого система должна была распределение, должна быть... Продолжать мысль, да, Саша, и дальше. Система должна быть такая, чтобы было бы мнение выгодно и интереснее оставаться у себя. Там, где родился, там и пригодился. Смотрите, я какую-то другую точку зрения. Вот настоящий момент, по отношению к высшему образованию, есть так называемая утилизационная точка зрения. Она состоит в том, что высшее образование должно готовить людей, нужно для общества. Ну, чтобы у тебя нужное специальное образование. Любое образование. Да. Чтобы у тебя было, чтобы в обществе было нужные люди. Например, нужны пилоты, нужны водители лагмадивов, нужны токаря... Вообще-то это называется на рыбу, вообще-то. Это называется на рыбу. Такого и нету. Ты витаешь в углаках, нет никакого качественного, высшего фундаментального образования. Так вот его должно быть. Поскольку нету вот этой вот... Цели нет. Нет. Общественной потребности нет. И оно не может быть качественное, потому что нет общественной потребности. Ну вот, опять повторяюсь, вот одно из самых выдающихся по интеллекту обществ, это вот высшая постройка конца 19-20 века в России. Вот их образование было фундаментально, принципиально и неутилитарно. Ну, принципиально и неутилитарно. И по образованию они были уникальными. Они на самом деле также были паразиты. Так это у нас был промышленный... Сколько угодно, чтобы они были паразитами. Но я хочу сказать, что у тебя образование не имеется ни средствами, образование в этой цели. Вы не паразиты были. Только они. Это хорошая образовая, имеющая средства. Как здоровье. Они могли позволить себе это образование. Человек должен быть здоровым не для того, чтобы приносить пользу обществу. Иди послушай, а ты согласен, что образование-это роскошь. Да. А разве можно производить роскош в этих промышленных масштабах? Можно. Можно, можно. И получится. В современном мире, особенно если у тебя много нефти, можно производить роскошь в промышленных масштабах. Не получится. Не надо производить роскошь в промышленном масштабе. Это антиутилитарный аргумент. Теперь тоже утилитарный аргумент. Он состоит в том, что мы никогда не можем предугадать, какие специальности нам появятся буквально через несколько лет, даже через 10. Вот вам классический пример. 90-е года. Десятки раз упал объемком промышленных авиаперевозок. Большое количество людей, молодых, получивших образование пилотов, оказались на улице, оказались никому не нужны. Как должна работать рыночная система образования? Она должна была прекратить выпуск пилотов. Ну, через 15 лет у нас случился бум по авиаперевозу. А выпускать-то некого, точнее, прилетать-то на этих самолетах некому. Оказалось, что рыночная среда, подавив нам по производству этих пилотов, обеспечила тем, что мы оказались в ситуации жесткого дефицита. И сейчас мы это не можем сделать. Поэтому образование, оно вынуждено всегда работать не согласно ни к каким-то рыночным лекарам. А в этом смысле никогда не понятно, кто нам сегодняшний завтра потребуется. Никогда. Как произошло, например, с этим сбором. Ты не говоришь, что образование не нужно. Оно нужно. Ты обсуждаешь не тот вопрос. Ты говоришь, нужно образование или не нужно. Кто сомневается в этом? Вопрос не об этом. Вопрос идет о том, что в крови того, в котором образование, как ты говоришь, нужно, в принципе, абстрактно, нужны конкретные вещи. Конечно, то же самое с пилотами, понимаешь? Нужно, может быть, людей перенаправить и, допустим, сейчас готовят пилотов. А сейчас, например, нужны просто станочники какие-нибудь там, какие-то специальности. Это конкретные. Но они не нужны сейчас. Почему? Они нужны. Очень много нужных специальностей. На всех производствах заработают стоят. То есть, на данный момент человек должен иметь несколько специальностей, чтобы вот то, что нужно, туда и... Человек должен иметь познание такого уровня, чтобы иметь состояние быстро доучиваться и переучиваться. Ну, чтобы да. Знаешь, как бы я сказал, проблема чиновничества, на самом деле, она и не есть та самая проблема вот этого ненужного высшего образования фундаментального. Куда пойдет человек, который закончил какой-нибудь университет, у него какая-то абстрактная специальность там какая-нибудь, да? Он не может никуда конкретно устроиться, он пойдет работать чиновником. Он же умный человек, он же не будет на стройке лопатной кидать. Он устроится. И проблема чиновничества, это вот есть та утилитарная функция, которая вот этих всех, якобы, получивших фундаментальное образование, устраивает. Влад, выкричи лучше эту штуку. Нет, ну на самом деле так. Это же та же самая проблема. Мы вырежим, если что. Нет, нет, что вырежать? Ну, зачем там обсуждать? У нас в последние советские времени, по-моему, чиновничество, количество чиновников выросло в десять раз. Да не болтай, я разум, не болтай. Десять раз. Не надо, по-моему, считали, да. Ну выросло, выросло. Конечно, это было нечто из того, но это тоже такая проблема, они можете еще раз поговорить чуть-чуть раз, что надо было. Но это же и связано с тем, что человек приходит из университета, он не пригоден ни для чего, это пустой человек. Он может бесконечно много о чем умно разговаривать, но он никуда не пригоден, а ничего не может делать. Все зависит от того, как ты учился, понимаешь? Как ты учился, выдающиеся, совершенно выдающиеся люди выходят, да, они, и что они могут, они что, вот мы тут сидим, и что тут дурачки, что ли, чем мы занимаемся? Менеджеры, да, эти, продавцы? Ну, я не о всех говорю, это не все личные, это все поколение, так, на самом деле. Да, но все специально сделали. Это одно поколение за другим, это. Предыдущее поколение точно так же, и более младшее поколение точно так же. Это просто постоянно производят вот этих людей ненужных. При этом часть этих людей отхватила себе по Феррари. То есть получила более-менее, ну, лучше, наверное, в стране, фундаментальное, естественно, научное образование. Да нету никакого в стране, это не больше всего поражает. Какое в стране есть фундаментальное образование? В чем? Расскажи, где тут есть фундаментальное образование? Где нам дают его? Ты не довидаешь в облаках. Боже, подожди. У тебя есть абсолютные показатели, например, в русской математике, премия Финса. Каждые четыре года получаются. 50% всегда это русской математики. До 40 лет. Если у нас в стране нет, то где же оно есть-то тогда? Другое дело, что мы в основном, так сказать, этих образованных людей на экстропы стараем. Ну, естественно, конечно, не бывает так, чтобы все поголомало, ничего уж совсем не росло. У нас было, действительно, в свое время в Советском Союзе все-таки это культивировалось. Я думаю, что еще какие-то кадры остались. Но все, сейчас это все больше и больше разбивается. Я думаю, я не готов говорить за математику и физику, но если брать глупомитарное образование, оно полностью вообще... Так его и не было никогда. Нет, я не согласен с этим, что его не было никогда. А когда оно было-то? Оно полностью заселено, старичками, если так можно, в улице, оно полностью занято людьми, которые не соответствуют своими просто специальностями. Ну, может быть, не полностью, конечно, так тоже нельзя обложено говорить. Ну, во многом это так. Но коммунитарное образование не было никогда. Тебе же его даже предлагают в другой вуз засунуть. Пусть они там сами с собой тусуются. Потому что коммунитарное образование было идеологизировано в свое время. И в результате этого, чтобы попасть на какие-то места, важно было прогнуться в соответствии с правильным пониманием идеологии политики, партии и правительства. И вот те, кто прогибался, они как бы достигли своих вершин, и они там остались. И уходить оттуда, поступаться, в принципе, они не хотят. И это касается всех этих гуманитарных факультетов, особенно тех, которые, как ты говоришь, остались в Санкт-Петербурге. И причем, вот, как бы, возвращаясь к изначальному разговору, я хотел сказать, что основная проблема-то переселения университета состояла в том, что просто забастовали и преподавателей. Ты просто это забываешь темы. Забастовали. Да, и не переехали не потому, что денег не хватило, проект был неинтересный, а просто потому, что, да, просто обыкновенные люди отказывались туда и ехать, и все. Саботировали. И не смогли на этих преподавателей. Да, саботировали, конкретно саботировали, прям на всех уровнях. А потому что преподаватели точно такие же чиновники, и точно так же они хотят жить в комфортных условиях. А в нашем советское время преподаватели, это был еще достаточно высокий уровень чиновников, на самом деле. Это сейчас они уже там более-менее как-то сникли. И точно так же случится с твоим проектом. Кто туда поедет преподавать, твой несчастный, молодые дети? Да, у тебя что там сейчас есть? Ну там те, кто что, если понятно, а другие диссертоненты? Мы наберем. Мы наберем. Мы наберем. Это три-четыре небольших факультетов. Наберем. Про Петрозворцовый университет я могу просто эту историческую справку сказать, что когда это было, это значит, наверное, было в середине 60-х годов, что ли, принято решение на уровне, значит, политбюро, как и ПСС, выделить, значит, 500 миллионов рублей на строительство, значит, университета. И вот назывался там, значит, по образу и подобию, или как один из аналогов, назывался вот этот кемпиш, какой там, в США или в Англии, я уже не знаю, там, ну, что это вот отдельно стоящий, там, из-за, эти 500... А что вы скажете, типа? Вот сейчас, вот 500 рублей, что такое? Правильная идея. Сейчас, 500 миллионов рублей. Вот этот дом, вот ветеран, он 115, он стоит миллион. Вот, ну, не весь, вот, который 115-й дом, не углом, вот он миллион. Так это значит, на эти деньги вот можно было построить 500 таких домов, даже больше. Так выделили деньги-то? Деньги-то выделили? Сейчас, все. Были выделены деньги, это постановление было, наверное, по Литбюро, что ЦК КПСС, это точно. Так, значит, что планировалось? Это учебные корпуса, учебные, лабораторные корпуса, то есть промышленно-производственная база, значит, жилье для профессорского и преподавательского состава, жилье для студентов, значит, сфера отдыха, значит, все эти, ну, культурные, ну, в смысле, вот, там, спортплощадки, так, да? Инфраструктура. Да, нет, социальная вот инфраструктура, и в том числе этот, яхт-клуб. То есть, вот эти пять направлений было выделено. Это началось строительство, значит, когда-то там, в 60-е годы, первые дома, вот сейчас, если вы, вот если вы выйдете сейчас, это, ну, поедете в Старый Петербург, доедете на платформу Старого Петербурга, и выйдете, вот прямо, и перед вами будут стоять несколько, вот, пятиэтажных домов, перпетикулярно, дороги. Вот эти первые дома, это давали жилье строителям, которые начинали строить университет. Вот эти, вот там улица Халтурина она называется. И этот проект, значит, он был рассчитан, там, на сколько лет, там, 10, 20 или 30, наверное, лет 20, если не больше. И, конечно, то, что ты говоришь о том, что там это был и саботаж, и нежелание, и так далее, там, вот эти первые факультеты, там, все это так этому перемещалось. Я тогда жил в центре города, там, раз это у нас там из класса поступили, там, этот, Петродворец, там, или что-то, не знаю, это где-то там вообще, на краю земли, там, это от 7 площади до этого дворца, там ехать надо было, всякая дорога больше часа, ну, порядка часа занимало, то есть это добраться. И, вот, как-то так получилось, что... Так не надо было добираться, чтобы все пересидеть, где-то говорили. Нет, ну, там, там, это, общежития стали строиться, то есть, люди, кто там жил, кто переезжал, то есть, этот процесс вот шел, он шел, значит, сколько-то там, вот... Ну, вы рассказываете, просто, мы там учились, и... Ну, вы все это знаете, да. Финансирование было, были деньги. Правильно, вопрос не в этом состоит, правильно? Было нежелание, было, было и желание, было и нежелание, там все, то есть, нельзя сказать, чтобы проблему только вот кто-то там взял и саботировал. Нет, проблема большая и комплексная. Значит, на тот момент, когда принималось это решение, или на начало 70-х годов, университет состоял из 50 площадок. 55, ну, из 49, может быть, или 51, неважно. 50 или 51 площадка, это была, значит, ну, Петербург. А потом уже вот этот проект, вот в результате вот этой жизни, когда уже цена на них трухнула, и перестройки, он уже... Не было денег уже в Советском Союзе. И он уже вот так, он законсервировался в том виде, в котором... Ну, вы рассказываете историю, а я просто готова сказать за луну. Вообще говоря, еще второе возражение, да, состоящее в том, что такое университет. Вот в отличие от института, там, каких-нибудь университетов, это, как бы, такая площадка, как предполагается, да, в своей идее. И человек, обучаясь на одном факультете, имеет возможность посещать все остальные факультеты, да. То есть это как раз именно такое образование, которое, как бы, вот весь университет, да, вот знания доступят человеку. Именно потому университет должен быть чем-то единым. И ты, условно говоря, в перерывах каких-то, допустим, у тебя есть какой-нибудь час, допустим, свободного времени, ты раз пошел на какую-то чужую пару там послушал лекции, такого-то профессора пошел куда-то там, распланировал, послушал лекции, такого-то, такой-то знаменитости, допустим, ученые и прочее. Именно рассчитано на то, что образование будет универсальным. И вот разделять, как Игер говорит, университет на две части, это просто, как бы, означает превратить их в мысль. То есть это означает, как бы, вот, всю идеологию университета просто, как бы, уничтожить. Я, по-настоящему, хочу сказать, что я никогда не видел ни одного филолога или историка, который ходит слушать лекции. А мы с тобой не ходили к филологу? Да, естественно, научный факультет. Существовал обратный процесс. А такого не было. Поэтому я и повторяю, что... Хорошо, и как твои отделенные естественники будут ездить в Петербург, если там все платно? На факультет и гуманитарные. Так я тебя же... Ты меня что, не слушал? Я слушал просто, что часть факультетов, там, исторические какие-то, своеобразные, там, еще какой-то там. Да, ну, это такие же... Да, что часть факультет, гуманитарные факультетов целый день. Только все знаменитости будут они там, в университете учиться. И хотелось бы туда съездить. Все нормально так будет. Будет все нормально. Все будет и нормально, и так будем. Еще раз говорю, что на самом деле, изначально переезд этот был, как бы, авантюр. Потому что университет должен был быть единым. Нет, он не единый. Единый все понятно. Изначально планировалось. Может я пропустил это слово? Изначально планировалось вот это постановление. Я знаю, значит планировалось. Это означает, надо было его и перенести сразу. За 20 лет уже там два цифра построят. Ну вот, в общем, речь идет о строительстве на базе. Потому что я считаю, что университет в Петергофе по большому счету состоялся. И сейчас начинать новое движение, чтобы перекидывать его обратно в центр, это неправильно. Нет, надо просто весь университет оставлять, точно так же и добросить этот дворец. Это правильные дороги сейчас построены. Я тоже неправильно делаю. А то преподавателей не захотят. Сейчас огромная конкуренция. Но ты тоже самое говоришь, что они там пусть они сами... Вообще надо университет полностью перенести в Петродворец и на базе чтобы люди могли друг к другу в гости ходить. Это правильно. Я считаю эту ситуацию неверным. Поскольку город нуждается именно в университете, который был расположен на стрелке, так и пусть он будет расположен. На стрелке можно оставить администрацию и все. Зачем же там администрация весь университет? Пусть останется, раз нам исторически. Почему, возможно, военно-медицинская академия с Лебедевым переносит все? Задроет. Ну, очень сильно сопротивляются. Может, и не перенесут. Вроде бы, как ширина. Нет, военно-медицинская академия там такая же штучка, как с этим университетом. Дело в том, что на Лебедево находится там одна из площадок. А другие площадки находятся по другим частям города. Она тоже не на одной площадке находится. Не забывайте, что такое университет? Помимо обучения, там еще есть вопрос общения. Люди должны разных специальностей, с другим образом общаться. Предполагается, что есть понятие такое, как студенческое братство. Почему это должно быть на одной территории? Люди должны иметь общие площадки для того, чтобы собраться там. Собрался естественный, собрался там, гуманитарий. Они вместе что-то поспорили. Мы эти гуманитарные факультеты, естественно, устали, мы достоин. Да я все понимаю, твое разделение, ты учишься в университет просто на каждую и все. А те факультеты... А юристу фиг там нужно было общаться когда-то с физикой? Это неправда. Как раз бы... Изначально из-за того, что не подняло место в университете, он по всему городу размазан. На самом деле он должен был бы компактным быть. Поэтому и все надо перенести. Так как это компактно перенести. К сожалению, компактным он быть не может. Потому что в центре площадки для него нет. А туда вот... Для дворец надо все перенести. Проект же есть, надо его довешить до нас. Жесткую руку и все это берет. Но слушайте, идет все... В принципе, после... В нулевые годы, при этом золотом дожде, который сытится на нашу страну, можно бы этот проект осуществить. Это денежные вопросы тут не стояло. Да это все кажется вам так. Понимаете, может быть, человек поступил на один факультет. Я просто объясняю себе эту ситуацию. Допустим, он поступил на физический факультет. Но он учится и понимает, что он попал не туда. Он походил, допустим, к кому-то там послушать. Начал выбирать, куда бы он еще мог бы пойти. Пошел на юридический, на биологический, на химический. И вдруг нашел свое место. И наоборот может быть. Конечно, обратное движение, не надо гуманитария, как естественное умение, правда потом, но тем не менее возможно. Не говоря уже о том, что очень важно, задумайтесь, у нас гуманитарий совершенно не понимает естественников. Совершенно. Потому что они даже с друг другом не общаются. В каком-то отдельном мирке, каком-то бестолковом, живут в гуманитарии, и поэтому они такие смешные. А в другом мирке живут естественники. А всегда вопрос стоит между тем, чтобы их пустить. Пусть эти смешные естественники, как у себя на стрелке сельского космоса сидят, так и сидят. Мы достроим. Говорю, мы достроим. И лично ничего уже не достроим. Почему же ничего не достроим? Потому что ты как манила строишь тот мост. Понимаешь? Из одной стороны озера на другой. Вот что такое, это манилщина на самом деле. Ситуация как есть, ее уже никак не разрешишь. Единственное, надо было в свое время, раз проект такой был, надо было его осуществить, во что бы то ни стало. А сейчас уже ничего не сделают. Почему? Булат, понимаешь, я говорю о чем? Что я вот затронул концептуальный вопрос. Я согласен. Но состоится в другой. Весьма надо закрыть, потому что специалисты не востребуют общество. Нет, просто я сказал подумать, я не сказал это ничего, я не предлагал. Просто обдумывать ситуацию. С точки зрения финансовых возможностей осуществить тот проект сейчас нет проблем. Да, я тоже согласен. Ему надо просто до конца довести, и, по-моему, как бы, будущие поколения скажут спасибо. Потому что... Тут еще такая вещь. Может, извините, это невозможно. Я просто объясню психологию студентов. Подожди, послушай. Объясню психологию студентов. Ну, каким образом сейчас нынешних юристов и всех площадьх вы законите Петербург. Ну, представьте себе. Загоним просто очень. Если будет общий проект, деваться будет некуда. Не загоните, не загоните. Там, по-моему, Горбачев, учитель, это сидит, это... Давай, если там как-то обсуждать это, или это, все-таки, вопрос... Не надо быть манилом. Нужно заниматься этими реальными проектами. Проект в следующем будет стоять. Потому что мы загоним, не загоним, это уже другой вопрос. Просто... Суть в чем состоит? Вот у нас были одноклассники, это достаточно выдающиеся люди, окончили ФМШ, там, 45, как бы, до этой математической школы. Должили бы, по идее, идти в университет, то получать, то вдвое, там, фундаментальное образование. А куда же они все пошли? Почему они не поехали в Питердворец? И не потому, что им не нравится университет, а потому, что они хотели жить в Питере, понимаешь, и учиться в Питере. И они пошли во все другие УЗы любые, да, лишь бы остаться в Питере. И вот если университет весь будет перенесется... Послушай, 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 мысль я договорю, а потом... Давай договори, договори. Весь и весь университет перенесется в Питердворец, у вот такой вот коментурщины, когда люди идут в университет только для того, чтобы остаться в Питере, не будет. И туда будут идти действительно люди, которые хотят получить конкретное хорошее образование. А пускай на все другие УЗы, там, какие-то, там, бестолковые ляп, там, военмех, пускай туда идут те, кто хочет остаться в Питере. У нас питерские УЗы из класса, кроме не университета, пошли два человека. Нет, почему? Четыре или пять? Четыре, а кто еще? Срядников, Мартынов, Коктейн. А из других классов куча? Из других классов? Четыре человека. Ну, из других классов что еще хотите? Сколько же примерно? Много там пошло, но это же много, на самом деле. Если в классе двадцать человек, то это... Они просто хотели прямого спитными стать? Нет, не хотели. Я просто с ними разговаривал, и, как бы, это... Определенный факт, что не хотели остаться в Питере. Но до основания, кто-то не хотел и Девайвер пошли. Им вообще было все равно, где учиться. Они только хотели остаться в Питере. И ориентирулись только на то, что ВУЗ в Питере. Они где-то в Питере. Не, они просто хотели жить в Питере и жить в Питере, это... Ну, Сталис прибыло с коллективными знаками. Ну, не вот. Они ни кем не стали, понимаешь? И поэтому, чтобы такой конъюнктурщины не было, да, это... Надо, действительно, весь университет сделать из него Кембридж, что тут люди, которым действительно интересна наука, которые идут туда, действительно, для того, чтобы... Учить образование, как ты правильно говоришь, фундаментальное образование. Какое-нибудь такое частное образование, да, какое-нибудь. А именно конкретно фундаментальное. Где можно было бы сходить на лекции того, то другого, третьего, да, где были бы открыты для студента, у которого есть, скажем, условно, пропуск. Ну, прийти на любую лекцию, на любой семинар и послушать его. Вот. Вот это вообще идеология университета. И она должна будет соблюдаться. А разделение, это, по-моему, это противоречит идеологии университета. Изначально, придуманные еще не за памятные времена. А это уже то, что предлагается, это уже идеология института. Где конкретная специализация по каким-то дисциплинам дает. Они там эту специализацию все более и более наращивают. Все? Все. Медичная специализация по каким-то horas? По аминь. Б expresкий. Б Vladimir Vil?? Ст grams moves.